Дорогие друзья! Итак, 16 мая. Впереди последний перегон на Екатеринбург. Позади остался Челябинск. Позади осталась Уфа, Самара, Казань, Нижний Новгород, Москва. Короче, ребята, это наш последний самый длинный перегон на нашем маршруте. Самый короткий. Но имеется ввиду самый короткий. До Екатеринбурга, интересно, что почти 200 км. Давай я тоже так возьму. Просто уже сил нет на самом деле. Короче, мы реально очень устали. Сегодня пятница. В общем, 194 км. Навигатор нам пишет, что в пути мы пробудем около 4 часов. Ну отсюда уже 3.30. 3.30. Так что если, ребята, событий будет немного, так это и хорошо. Да. Проехали первые 50 км из всего 200 трассы Челябинск-Екатеринбург. Надо сказать, что дорога пока что, по сравнению со всем тем, что нам выпало на этом тиргистом пути, ну, по своему устройству, самое лучшее, да. Ну, четырехполосное, нормальное движение с разделительной полосой. Правда, без отбойника в середине. Но, в целом, широкая обочина. Да. Значит, люди ругали челябинцы эту дорогу. Видимо, из-за того, что в очень многих местах покрытие повреждено. Ну, до такой степени, что ям еще нет, да, а слои уже четко определились. И по этой причине очень шумно в машине, да. Вот, можно вот посмотреть, вот даже на примере бутылки, вот, да, вот. Вот постоянное, да, вот какое-то кольчение. Тряска, ребят. Это, на самом деле, я... Бесит. Да, это бесит. Не дает возможности отдохнуть ни человеку, который находится за рулем. Остальные тоже работают. Да, да. Хотя местами, местами, да, вот... Ну, метров на 30. На 30, на 40, такое ощущение. Ну, просветление. Да, есть просветление. Наверное, здесь, ну, были самое... Полотно было в самом удручающем состоянии. Значит, ну, средняя скорость у нас, ну, где-то 110 км в час. Где-то идут дорожные работы. Трафик, не могу сказать, чтобы он был напряженный. Хотя сегодня пятница. Хотя пятница, да. Вероятнее всего, что все вот дачные участки, да, загородные, да, в другом месте находятся явно не на этом маршруте. Ребят, ну, и отдельно хотим сказать спасибо нашим большим друзьям, партнерам компании Highscreen, которое предоставило нам в эту нашу большую поездку свое устройство Highscreen Black Box SD. Соответственно, это не только радар-детектор, да, который работает в нескольких диапазонах, но еще и видеорегистратор. Главное, что в его памяти есть не только места стационарных камер, да, но и заложены места возможных установок камер, но в любом случае детектор фиксирует все излучения. Да, и, да. Ну, вот так и такая история. Ну, в общем, даже... ...может стоять, да, как по заказу. Вот это, правда, коэффинент. Вот это я понимаю. За такое Фрэнсис Форд Коппола погладил нас, погладил. Пишите, PRSobakaBetadrive.ru. Ребят, так, неужели женщины стоят на дороге? Женщины. Нет, это просто люди. Это женщины. Это женщины, но они приличные. Да, они приличные. Ну, все. Поскольку дорога наша не такая длинная, как обычно, в два раза меньше, приходится наслаждаться каждой достопримечательностью. Надо сказать, ребят, что примерно через шестьдесят километров от Челябинска дорога превратилась в стройку. То есть вместо два на два просто одна полоса туда-одна обратно, и параллельно идет строительство. Ну, в принципе... Вот здесь, в частности, развязка, да, какая-то? Да. Обратили внимание на озеро Большой Куяж. Вот. Название нам... Были населенный пункт. Ну, нам понравилось название. Да, да. Куяж. Концедва. Ха-ха-ха. Ну, и вот озеро. Вообще, озера в Челябинске, это край озер, такое ощущение, да. Озеро Чебар-Куль. Вообще, Иссы-Куль. Но это озеро находится не в Челябинской области, но Куль. Вот мы сделали его. Карабаракуй-Куль. Да. Короче, это озеро, вероятнее всего. Куль. Поправьте нас. Или море. На Тюркском. На Тюрлих. Да. Ага. Ну, что же. В 75 километрах от Екатеринбурга начинается Свердловская область. Тупо звучит, правда? Да. Очень. Но прецеденты есть. В 150 километрах от Петербурга начинается Ленинградская область. Да. Вот это пережитки нашего прошлого. Вот оно. Вот карта. В 1934 году была основана их. В 1934 году. В область сама. Вот ее территория. 194 тысячи квадратных километров. Парни, это дохрена. Я вам могу сказать. А вас хвалили, когда вы читали в школе? Или не очень? Не очень. Видите? Вот смотрите. И что находится на границе? Челябинский областной союз. Охота хозяйства. Ребята. Ребята. Была бы лицензия и ствол, мы пошли бы и завалили бы Пашу. Да. Как мелкий рогатый дикий скот. Ну и как обычно, ребят. Обочина загажена. Насрена. Но, смотрите, что написано. Чистые дороги, совесть каждого из нас неправильно. Срут в тени. Количество бессовестных людей, ну собственно говоря, можно посчитать. Да, причем дезодоранты даже выкидывают. Ну посмотри. Где? Ну ладно, вон просто по-большому здесь сходили. Не надо близко подходить, вам еще ехать со мной в одном автомобиле. Значит, ребята, к сожалению, к большому не смогли вам показать закрытый город Снежинск. Он здесь где-то находится. Мы, значит, исходя из соображений конспирации и секретности не будем говорить. Нет, ради города Снежинска. Да. Один из федеральных ядерных центров нашей страны, в музее которого, этого города, находится самая мощная на сегодняшний день водородная бомба. Вот. Люди там живут, трудятся и работают. Вот, собственно говоря, такое короткое сегодня путешествие. Я не знаю, почему, ну, некоторые челябинцы ныли относительно дороги до Екатеринбурга. Не самая худшая трасса, ребята. Наверное, вам, ребята, просто не повезло. Вы не ездили по Ульяновской области. И не были в Весовском лесничестве. Да, да, да. Ну, что, Иван, ж поспал? Ну, так, минут пять. Не, ну, единственное, вот, сама по себе дорога, да, проблема одна. Это дорожное покрытие, да, дорожное полотно. Потому что, ну, даже уснуть невозможно. Ну, что, в Екатеринбург смотреть, в какой гостинице мы живем, в какой гостинице мы остановились. Нравится и номера. Итак, мы прилунились на проспекте Ленина. Прилунились? Прилунились. В номере, в отличие от царского двора, есть встроенный кондиционер, санузел. Прошу. Посмотрите, очень все свежо. Новое отключить свет. А у вас дорого? Ну, зайди, зайди. У вас дорого? У меня нет душевой кабины. А что у тебя есть? Просто пол. Что, серьезно? Да, просто пол. Значит, единственное, что подмывает немножко, это дешевые средства гигиены. Такие же, как и в царском дворе, кстати говоря. на одном заводе. Ну, встроенная сантехника. Биде. Слушайте, я всегда хотел попользоваться бидеем. А у вас никогда не было бидеем? Вода дармовая в номере. Ну, и вид из окна, ребята. И кровать на двух-трех человек. Ну, это полуторка. Это надо. И парковка во дворе. Да, это сама. Вот стоят там наши машины. Пропусти синюю. Где? Левее стоят наши машины. А, да, точно. Вон я поставил нашу машину. Ну, вот и всего, дорогие друзья. Там, кстати говоря, вот из окна, смотрите, что-то достопримечательности. Вот это так называемый небоскреб Высоцкий. Высоцкий? Да, единственное, не понял, какое отношение к нему имеет Никита. Нет, Никита, я так понимаю, ну, просто права передали. Я знаю этих людей, кстати говоря, которые занимаются. Ну, типа правами на что? Типа правами на что? Сам Высоцкий-то был не очень высокий. Если говорить документально. Короче, ребята. Как и без рук. Мы в Екатеринбурге. Это путешествие нас не настолько вымотало, да, как все остальные перегоны и переезды. Но дорогу оставлять желать лучше. Мы просто измотали друг друга. Да. Короче, все. Короче, мы приехали в Екатеринбург. И супер телек. Супер телек. Телек, кстати, отличный. Маленький. Зрение, чтобы не испортить. Все. Большой тест-драйв отправляется в большое путешествие по большой стране. Нижний Новгород, Казань, Самара, Уфа, Челябинск и Екатеринбург. Мы честно расскажем и покажем, чем и как живет большая страна. Если ты, товарищ, хочешь стать главным героем наших выпусков из твоего города. Если ты хочешь получить много масла от компании Матюль. Больше масла Матюль, сынок. И совсем много масла Матюль. Участвуй в наших специальных выпусках большого тест-драйва. Пиши, страна-собака. Бетадрайв.ру И выиграй это масло сыном. Слушайте нас каждое утро на маяке, смотрите наши специальные выпуски на нашем канале на Ютюбе. Большая страна, большой тест-драйв. Стань герой, поиграй в масло. Актер! Мы – актеры. Зато масло по-честному раздаем. Бежит!